Слава Украине! Привет, Зима Тполонского! Друзья мои, как-то незаметно прошло, а сегодня уже 10-й день Курской операции. Очень удачный на настоящий момент. И вот с какими итогами мы подошли на день 16 августа 2024 года, на 10-й день вот этой вот операции. Давайте просто набросаем тезис на что получилось, что не получилось. Ну что не получилось, сказать сложно, не имея планов, а планы же кто нам скажет. Поэтому накидаем, что именно получилось. Итак, прежде всего в данной ситуации речь идет о границе и о территории. Если говорить о территории, освобожденной от российских фашистов, то это приблизительно, вот я буду делать так, очень осторожные прикидки, от 1000 до 1200 квадратных километров. Где-то так, вот в этом промежутке. Это очень много, ребята, если учесть вот это краткое время. И кроме этого еще от, будем говорить, 60, наверное, до 90 населенных пунктов на вот этих территориях. То есть, ну это просто офигенно. Вот по-другому у меня аппетита нет. То есть, это очень большое достижение. Причем это все при... Ну, все потери есть потери, но, скажем так, относительно небольших потерях с нашей стороны. С их стороны картина просто ужасающая и удручающая для них. Так что тут, конечно, плюс. Дальше. Под контролем вооруженных сил Украины находятся десятки километров российско-украинской границы. То есть, вот это краеугольная вещь, это граница, да? То есть, когда у государства рухнула граница, что они там про нас говорили? И 404, и фейл-эдстейт, и так далее, и так далее. Не хотите повторить? Так я вам расскажу, ваша граница рухнула. А еще вы говорили, что у России нет границ. Нет границ, не обессудьте, но нет и суда нет. Вот так, да? Десятки километров границы Российской Федерации не существует. И стоя с другой стороны, находятся сбройные силы Украины. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Следующий момент, это момент с пленными. Смотрите. Настоящий момент. Захвачено в плен. Плюс-минус, я не буду говорить точно, но опять-таки, точно никто не знает. Порядка, наверное, двух с половиной тысяч военнопленных с российской стороны. Причем, что очень важно, это, скажем так, качественные пленные. Что я называю качественными? Это срочники, это кадыровцы, которых всегда можно поменять дороже, чем обычных чмобиков, чем обычных контрактников. Ну, которых тоже можно поменять, но их цена поменьше, скажем так. А тут тебе, знаете, ну, просто красота. Особенно и те, и те красавцы, да, и кадыровцы. Слава богу, их прилично. И срочники, слава богу, их прилично. Будем, как говорится, надеяться на удачный обмен на защитников Мариуполя и Азов-Стали. Да, друзья мои. Теперь еще один момент. Вот важным таким составляющим этого всего дела было отвлечение, отвлечение с других направлений российско-фашистских вооруженных сил. То есть, что они будут забирать свои вооруженные силы с других направлений и посылать их, скажем так, рятувать фронт в Курской народной. Частично это получилось. Частично они позабирали кое-какие действительно боеспособные части. Например, та же 810-я бригада морской пехоты. Позабирали их одних с Харьковского направления, других с Донецкого. Я знаю точно, что их с Херсонского направления туда позагоняли. Это точно знаю. Что, собственно говоря, дало нам возможность теперь сдерживать их атаки, которые довольно интенсивны. Только на одном, ну ладно, на двух очень горячих участках. Это, скажите мне, Покровск и это вторая граница Луганщины и Харьковщины, Купенское направление. Вот эти две точки наиболее горячие сегодня, а на всех остальных у них просто... Они не то, что попритихли, они все равно пытаются штурмовать. Но это не те силы и не с таким количеством техники, и огонька в глазах уже нету, понимаете. Поблекли, поблекли беньки, как говорится, вот такое вот. Да, и еще один очень важный момент. Они сейчас, понимаете, не хотят снимать... Они прекрасно понимают, чем для них обернется снятие боеспособных воинских частей с других направлений. Поэтому уже заявили, что никаких срочников выводить из Курской Народной Республики они не будут. Соответственно, будут перебрасывать и дальше туда срочников и затыкать дыры срочниками. Это хорошо. Во-первых, срочники, ну с них вояки, извините меня, як из Лайна Куля, да, как из Дерьма Пуля. Это первый момент. Они сдаются в плен охотно. И, кстати, я уверен почему-то, что очень многие в скором времени пополнят РД, РДК и Легиона. И других подразделений, действующих на нашей стороне. Что-то есть у меня такая чуйка, да, хорошая. Вот, это один момент. Второй момент, они прекрасные пленные. Пленные, за которых будет крик, сопли, слезы там с той стороны. Потому что одно дело, знаете, отправить на забой там 40-летнего алканавта какого-то, которого там прибили. И жена только будет кричать, ура, ура, мои деньги, моя компенсация, да. И совсем другое дело отправить на забой 18-летнего сосунка, которого только с под мамкиной сиськи выдернули. Это абсолютно разная картина. И тут мамки начнут визжать. Уже начали, точнее, не начнут. Закадыровцев просто молчу. То есть, они сейчас пытаются заткнуть дыры наиболее будущими пленами, которые для нас наиболее, как говорится, ценные. То есть, со срочниками это отдельная песня. Следующий момент. Смотрите, 10-й день. Уже идет 10 дней сегодня, да. До сих пор, это хорошо, не сформирован единый фронт. Не сформирована, назовите это как угодно, линия боестолкновения, да. То есть, ну вот, оно все размазано. Там так, там так. И везде наши преимущества. Практически везде наши преимущества. А они везде тушат пожары, что называется. Это хорошо. То есть, когда мы атакуем, они, соответственно, играют вторым номером. Они не знают, где будут атаки. Соответственно, они постоянно нарываются. И это очень знатно, друзья мои. Это хорошо, потому что мы имеем больше пленных в этой ситуации. И идет освобождение, пускай пошагово, пускай не такое, знаете, не такое ураганное, как первые 3-4 дня. Но идет освобождение Курской Народной Республики. Это крайне, друзья мои, важно. Вот. И еще один момент, смотрите, мы начали очень серьезно относиться к логистике. То есть, к дорогам, к железным дорогам, к мостам в Курской Народной Республике. И вот сейчас, я уже об этом говорил, сейчас происходит обработка моста в стиле Антоновского моста. Помните, да? Хаймарсы, да, 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 да. Вот. Идет сейчас обработка вот такого же моста в Рейнске. Это краеугольное значение такое имеет для них, потому что, еще раз говорю, без этого моста туда не подвезти никаких припасов. Это там целая группировка тогда накроется тазиком у них. Поэтому этот мост сейчас отрабатывается и очень хорошо. Ну, конечно, они будут наводить там какие-то временные переправы, когда он упадет или станет непригоден. Но все это тоже можно разнести. И, знаете, пропускная способность у переправы это одно, пропускная способность у моста это совсем другое. Правда, ее там уже нету. Там уже дырки очень большие по всему мосту. Вот. То есть, логистику тоже отрабатываем. Вот. Прекрасное попадание по очередной российской колонии, которую подтвердили абсолютно все российские военкоры. Опять-таки, значит, отрабатываем трассы, отрабатываем железную дорогу с тем, чтобы расисты не смогли наладить снабжение своих войск в Курской Народной Республике. И, вы знаете, пока что это удается. То есть, мы прекрасно видим, что ситуация в Курской Народной Республике продолжается, продолжает развиваться в позитивном направлении. Освобождается больше территорий. Инициатива на нашей стороне. Рашисты действуют, что называется, вторым номером. И не всегда понимают, что они делают. Когда ты тушишь пожары, то там-то сям, ты не всегда, ты ничего не можешь планировать. Ты следуешь чьему-то плану. Вот это, пожалуй, самое главное.